Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi Colt 2003 года выпуска. Двигатель 1.5, вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 219 тысяч километров. Заменю на нем ремень ГРМ, а также ролики. Открываю капот, снимаю переднее правое колесо и смотрю, что делать дальше. Открыл капот, откручиваю крышку. Начну с верхней сначала, потом сниму подушку и подниму автомобиль уже снизу. Посмотрю, что там открутить надо. Здесь два приводных ремня, их скинуть. Добавляем, лимон. Запустили. Сливочный ремень. КОНЕЦ 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 Сорня какой-то бежит КОНЕЦ 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 А теперь можно откручивать подушку, головка на 14 см КОНЕЦ КОНЕЦ И три гайки. Поддам крачу маленько двигатель. Все, и подушку вытаскиваю. Подушку вытащил. С кронштейном ничего не делаю. Я думаю, крышка у меня снимется. Сейчас, пока ремешок одетый, добавлю подсветки. И откручу болты на шкиву помпы. Вернее, даже не открутить, а слабить, чтобы потом уже легче было откручивать. Добавляем курицу. Добавляем курицу. Добавляем курицу. Также ослабляю верхний болт крепления генератора. Болт головка на 12. Камеру успел поймать. Упасть хотела. Болт ослабил. Затянут был очень сильно. Для чего так затягивать, не знаю. Поднимаю автомобиль. От бокового пыльника здесь только кусочек. Ну и кусочек этот тоже откручиваю. Болт головки. Болт головки. Болт головки. ослабляю ролик натяжителя кондиционера болты и к болт и гайка здесь на 14 зачем так затягивать-то и так же оставляю кронштейна генератора а вверху болт можно было на генераторе не ослаблять здесь натяжитель отдельно стоит не генератором натягивается кто-то скрутил и видать крутили не так давно потому что ролик стоит линкс линкс на ремне еще маркировка не стерлась Conti-Tech 5 ПК 890 ролики живые Откручиваю шкив помпы и снимаю его Откручиваю шкив коленвала Головка на 19 Не надо Двигатель немножко поддомкрачивать Головка на 19 Головка на 19 Да, прилично пришлось поднять двигатель Так, а вот теперь откручиваю Нижнюю часть крышки Головка на 19 кронштейн надо будет снимать потому что за кронштейном находится еще один болт и наверное второй кронштейн тоже придется снимать пирога гайка туго идет все-таки резьбу потянули когда затягивали обычно и чуть-чуть ослабил она откручивается легко здесь до самого конца вот болт нормально чуть-чуть раз ослабил и все пошло до конца можно не снимать болт видно снимать надо в тройке здесь головка на 12 Добавил субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Нажимаю фиксатор вот снял крышку вниз вывожу вот такая крышка но это мы сверху откручиваем так получается 1 2 3 4 5 6 7 7 болтов доходит провод и вот он стоит датчик скорости он здесь отломан уже паяли его поэтому проблема с установкой я подозреваю что еще будут хотят трудного ничего нету ну сейчас немножко под домкрачу выровняю двигатель и буду выставлять метки снимать ремень посмотрел сальники распредвала и один и второй сальники сухие не бегут откуда масло непонятно сальник вот тот этот который видно четко такое впечатление что он новый стоит то ли меняли но почему ремень не заменили то ли голову ремонтировали снимать не буду сальники менять не буду распредвала сальник коленвала поменяю здесь все сухо выставляю метки выставил метки вот метка зазубрина на крышке клапанной и вот метка зазубрина и маркером отмечено на шестерне также и с этой стороны зазубрина на крышке и вот белым помечено зазубрина на шестерне здесь все сходится сверху ровно стоит и снизу тоже стоит ровно здесь получается вот он отлив сейчас протру вот белым маркером помечено и у нас этот зуб сходится с отливом на передней крышке так что метки стоят правильно беру снимаю натяжитель откручиваю два вот этих болта головка на 12 и гидронатяжитель снимаю у нас идет там как бы как бы вот 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 КОНЕЦ Гидронатяжитель. Сейчас я его взведу и зафиксирую через отверстие. Снимаю обводной ролик. Головка на 14. Вот это затянуто. Кто-то с крепкой хваткой крутил этот двигатель. Ролик еще живой, не шумит. Был. Но мы поставим новый. Ремень снимаю. Ремень весь в масле, пропитанный и маркировки на нем не осталось. Состояние ремня. Зуб еще не надорванный. Ну что за ремень сколько отходил неизвестно. Так, коленвал стоит. Здесь я маленько, наверное, сейчас смою грязь. Ну и также снимаю ролик натяжителя. Смотрите. 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 Давай подвес. Ролик тоже еще живой. Смываю здесь. Ну, маленечко смыл. Откручиваю болт. Я его прихватывал, чтобы коленвал прокрутить, метки выставлял, когда... Снимаю шестерню. Влажный, но я не скажу, что сальник коленвала бежал. Ну, этот сальник не менялся. Если сверху на распредвале один-то сальник, видно, что он новый стоит. Этот сальник-то старый стоит. Сальник коленвала новый, оригинальный. МД-377-999. Выдергиваю старый сальник. Ролик. Ролик. Ролик.